новогоднее волшебное впереди нас ждет зимнее солнцестояние и это время создавать новую реальность создавать новую личность время великих перемен время перехода у нас нет выбора как бы у наших родителей и у наших бабушек дедушек время поменялось все изменилось благодарю родные чудесные серьги мне подарили мои подписчики я непременно оставлю этот бренд невероятный такое магические тоже амулетики через украшения благодарю моих подписчиков которые каждый день присылают мне какие-то приятности и мы с соломоном космосом сегодня поговорим о том как войти состояние творца как стать хозяином своей реальности как освободиться от накопленного негативного опыта родные время страдать прошло пришло время высоких вибраций и у нас есть два пути к развитию к эволюции два пути эволюции нашего духа путь страданий и путь духовных практик какой путь выбираешь ты но напишите мне родные давайте поприветствуем друг друга напишите как вас зовут из какого города и задайте себе этот вопрос время великих перемен до планета от планет вот как звезды встали но не убежишь время трансформации время освобождения время сдачи богу время открытия сердца время честности открытости доброты старые программы сейчас отживают свое и уходят вот напишите мне кто чувствует что происходит сейчас пространстве как ускоряется время как приходят какие-то кармические отработки я с утра проконсультировала трех человек восемь утра у меня была уже первая консультация это чудесные женщины и у всех невероятные перемены в жизни перемены в бизнесе перемены в личной жизни сейчас прям вот я наблюдаю даже не то чтобы по мне да но по окружи окружающим людям как у всех кардинально меняется жизнь да может быть через потери может быть через какие-то болезни через какие-то конфликты но нужно осознать что это нам дано для проживания своих негативных программ и сценариев с которыми мы ходим всю жизнь с которыми мы возможно родились родовые сценарии доброе утро родные привет солнышки привет вижу вас настя череповец анна барнаул привет любимые давайте внесем свою капельку энергии в наше общее поле вы сейчас пришли к нам в гости каждый день меняется ощущение себя и пространство родные утончаются ощущения вот вы смотрите на человека и вы чувствуете что он вам врет вот напишите плюсик вот сейчас настолько обостряется ощущение что видно по человеку меня были переговоры позавчера это было потрясающе с очень такими важными людьми которые живут в паттернах поведения прошлого и они пытаются мне там создать иллюзию рассказать что-то а я им смотрю я вижу что они мне врут что этого нет я говорю окей и в итоге они признались что ну вот ну да я был скажите как есть вот скажите что надо и как есть не надо мне придумывать сейчас там это потрясающе то есть я вышла на открытый диалог на честный открытый диалог и рассказала все как есть и мне рассказали все как есть и мы нашли очень классную коллаборацию партнерства но только через открытости честность вы заметите как сейчас пространство вот прям уже не модно врать уже невыгодно страдать все родные время темных энергий низко вибрационных прошло когда темные силы были сильны и давали успех материи через темные энергии приходил к людям успех сейчас сатурн пришел сатурн с юпитером спрашивают с каждого карму посеянную вообще за много жизней мы сейчас вами исцеляем свой опыт души за много воплощений родные время перехода именно сейчас представляете насколько важный сейчас этап развития души мы проходим и на каких вибрациях мы сейчас с вами пройдем этот путь и уйдем из тела в тонкий мир на какой этаж знаете как если образно представить говорят на седьмое небо до рай на седьмом небе да слышали такое выражение но это я сообразно просто чтобы было легче понимать и вибрации души но вот это как воздушный шарик и у него грузики висят обиды и злость это не проработанные программы если человек уходит из тела вместе с этими обидами да это как грузики которые тянут душу вниз и она не долетит до седьмого неба она где-то там на первом на втором на третьем этаже зависнет потому что будут мешать вот эти обиды но это вообще я вам уже ушла в курс переход курс про смерть я очень много изучаю смерть практики со смертью провожаю людей и провожают души умерших на седьмое небо я помогаю то есть смерти нет есть смена мерности и просто мы помогаем этому сознанию подняться как можно выше по вибрации и только здесь и сейчас в нашем теле мы можем за одну секунду измениться трансформироваться и выйти от отрезать все эти грузики обид и вылететь на седьмое небо даже находясь в теле мы энергетически астрально где-то вибрируем вот проанализируйте сейчас насколько вашей жизни легкость благость радость насколько ваш день ваши каждый час вашего дня наполнен какими энергиями чем наполнен ваш день сегодня самый лучший день моей жизни помните ой у меня тут комментарии улетели вот он вот-вот-вот простите сейчас у нас гостях невероятный соломон космос привет привет солнышко прекрасно выглядишь ты как всегда в цветах неизменно это мой оберег твоя природа цветущая так и задумано кундалини поднимается я всех приветствую все кто с нами онлайн все кто будет смотреть записи вот мы снова и встретились через два месяца по моему ура ура надо чаще и регулярнее мне кажется это делать или я вот я сейчас немножко начала задавать то нашей беседы про наше время про то что происходит сейчас на планете земля и даже с точки зрения астрологии что юпитер и сатурн пришли спросить на накопленные плоды кармы и у кого-то идет невероятное эволюционное развитие развитие интуиции открытие сердца и очень многие души просто как в космос на ракете вот очень сейчас такой классный период для трансформации очень быстро отработка идет каких-то обид старых программ прям вот легко что ли даются вот эти вот практики но с другой стороны кто-то из кого вылазит вот это плоды кармы негативные причем говорят что именно сейчас мы отрабатываем плоды нашей кармы за все воплощения не только за эту жизнь то есть в это время переходы планеты земля на высокие вибрации он весь опыт души сейчас мы вот проживаем и даже из прошлых жизней у нас идет очищение подсознания и я недавно была в москве немножко отступлю там модно сейчас модные беседы на рублевке а у вас бункер вся рублевка на бункерах там вот все там вот такую но в каком бы бункере ты не был все-таки первично наше состояние на низких вибрациях можно и в бункере захлебнуться глотнув воды да и что время перехода это не про бункер это про создание новой реальности про открытие сердца и нас ждет зимнее солнцестояние когда 21 декабря это на рождение нового солнца и сейчас идет самое темное время года и сейчас очень важно дарить друг другу душевное тепло теплые вещи зажигать костры почему все украшают дома на вода украшают новогодние вот эти вот все это не просто так мы поддерживаем энергии огня потому что сейчас мало очень важно важно практики молитвы и праздники в этот период и у нас есть два пути развития нашего духа то есть сейчас такая идут кармическая конкретная экзамен все проходят и раз из два пути путь страданий и путь духовных практик мы в любом случае каким путем выбираете идти вы вопрос риторический вопрос риторический да 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 фактически это вопрос ты хочешь быть счастливым или ты хочешь страдать фактически это вопрос не про саму духовную практику потому что люди могут неправильно интерпретировать вообще как знаешь там у меня есть хобби я еще спортзал хожу ну люблю смотрели кино и вышивать бисером и вот там на третьей полке справа духовная практика лежит то есть это вопрос скорее ты хочешь страдать из-за неспособности управлять своим разумом в зоне повышенной турбулентности и повышенных скоростях энергии астрала но будучи глупым просто ребенком неспособным управлять своим состоянием в этих аспектах либо ты хочешь эволюционировать и быть способным управлять своим разумом открывать свое сердце поднимать энергию быть стабильным независимым самодостаточным по крайней мере в состоянии насколько это возможно и уже давать а не только брать либо нет и от этого конечно счастливым то есть фактически здесь два вопроса ты хочешь быть несчастным либо ты хочешь быть счастливым и конечно если тебя не ждет сегодня психиатр я надеюсь ты скажешь что ты хочешь быть счастливым потому что те кто скажет я хочу быть несчастным но это нарушенная биохимия мозга если ты хочешь быть счастливым хорошо как и что такое счастье и на какую глубину и переживание счастья ты согласен кажется что счастье нельзя измерить на самом деле это не так люди которые ко мне приходят на практике к тебе к другим проводникам они говорят вау что это было а что так можно так можно себя чувствовать а что разрешают а так вообще бывает а можно постоянно все в ваших руках это счастье внутри вас вы из него сделаны но при неусмиренном уме грязных мыслях омраченном сознании слабой энергии отсутствия веры и неправильном глупом образе жизни невыгодным не экологичном образе жизни вы будете страдать то есть когда вы приходите например на практику или на ретрит вы получаете аванс вам прикрывают дверь в поле проводника учителя наставника вам приоткрывается дверь и раздвигается поле санцары и внутреннее внешнее немного да и вы начинаете видеть как может быть на самом деле но это же благодаря чему-то происходит это не происходит как снег на голову декабре это происходит благодаря практике вот что такое духовная практика ты берешь и раздвигаешь тучи невежества в своей башке либо ты этого не делаешь все здесь нет никаких секретах секретов или тайн это чистая практика то что касается моды на бункере на рублевке но они все смотрят на 1 1 царя понимаешь а первый давно как бы бункере поэтому они все как малыши пытаются повторять и следует этим тенденциям плюс если люди живут долгое время в неврозе и в страхе то им нужен любой повод для того чтобы его усилить и как мы уже давно говорили а мой гуру еще 20 лет назад об этом говорил я последние три года наверное активно про это говорю о том что огня увеличивается в пространстве мир становится более тонкоматериальным более астральный мир сливается с физическим это значит что физический мир становится более термин авторские права не буду ставить но в общем откликабельным да это пришло на лекции в москве на патриках мир становится откликабельным его откликабельность повышается это значит что как и в астральном мире то о чем мы думаем проявляется практически мгновенно у нас на физическом мире есть люфт потому что эта материя она долгая это как бы не быстро проявляется в астрале в чем проблематика когда мы покинем тело осознанно опять же или бессознательно тебя выпихнут пнут как собаку и скажет лети никто тебя не спросит либо ты выйдешь осознанно скажешь на мосте любимая земля я пошел я буду возвращаться благословлять помогать но сейчас мне надо идти большая разница ухода огромная опять же это даст тебе только духовная практика либо ты ребенок обкакавшийся либо ты взрослый который вышел из детского сада закрыл дверь сел в свой майбах и полетел большая разница и заканчивая мысль и здесь здесь просто нужно понять что это откликабельность она не посмотрит как бы мир беспощадный у тебя если внутри много тенденций тьмы они будут проявляться если у тебя много тенденций света они будут проявляться и вот почему говорят серости серой зоны не остается потому что раздирает на полярности то есть если раньше в менее откликабельном пространстве на планете земля мы могли еще балансировать свет тьма ну как бы смешано так и можно долго находиться в нейтральной позиции и мы много видели что люди которые делали черные вещи они как бы процветали и так далее и многие скажут мы сейчас можем видеть на самом деле но это очень быстро сейчас меняется и как великий маха сатурн приходящий да он очень быстро дает плоды это есть быстрая откликабельность если внутри ты продолжаешь продуцировать негативные мысли негативные чувства никаких проблем ты пойдешь в область тьмы потому что ты создаешь резонанс и он тебя притягивает к этим областям то есть быстро все раз разлетается на областях также со светом если ты идешь в свет ты быстро туда пойдешь это то что происходит так и есть знаешь какой у меня вот сейчас я каждый день консультирую такая интересная у всех одна и та же динамика будто бы со дна подняли вот был стакан с водой грязно это грязь осела и вот сейчас такое ощущение они ко мне все бегут потому что их вот так вот встряхнули вот это вот все поднялось и они не видят они как в тумане грязи вот это они в шоке не ожидали они захлебываются и у них нет инструмента это в основном женщины там там 25 45 там 55 вот сейчас у меня была женщина у нее нет навыка регулировать свои эмоции рефлексировать свои эмоции очищать свое состояние и она еще больше закапывается в негативных мыслях страхах и она это усиливает в этом проблема астрала она плачет быть юля я без тебя не вылезу я захлебываюсь в этих мыслях страданий ягод понимаешь ли я одна сама себя не вытащу обострение прям вот эта проблематика была всегда и она похожа это любой психолог нам расскажет о том что если есть тенденции динамические стереотипы негативного не экологического обращения внутри себя с внутренним пространством оно будет ну как бы манифестироваться усиливаться масштабироваться если не остановить этот процесс поэтому надо идти к специалистам но проблематика современной реальности так как мы все-таки эзотерики мы верим изучаем и практикуем и знаем что тонкий мир создает мир грубый он более причинный это наша вера и наша позиция в отличие от материалистки картины мира которые говорят что грубый мир порождает тонкий хотя она рассыпается при нескольких вообще вопросах да кто родоначальник кто был первым откуда взялся большой взрыв как бы он нам окшивая и они до сих пор не знают что такое сознание и говорят что 300 миллиардов нейронов порождают сложность сознания но это как бы на мой взгляд являются абсурдными вещами и многие ученые поддерживают уже тонкоматериальную картину мира потому что тонкая создает грубо и вот эта проблема астрального мира как раз том что вот люди которые медитировали учились общаться контактировать с тонкими состояниями с тонким миром да вот сейчас вот эта ситуация ты как будто тебя выбрасывают невесомость и 1 ты с невесомостью был незнаком и ты уже просто беспокоишься просто начинаешь шебуршить пространство того что ты не доверяешь этой невесомости не надо бить руками то есть дергаться это аквантовое зеркало будет это усиливать нужно уметь просто сохранять спокойствие как минимум медитации а второе нужно учить плавать в этой невесомости как это новый мир то есть фактически наша задача как учеников святых как проводников как учителей наставников это учить людей жить в этом новом мире невесомости и это новая реальность и им с ней все равно придется столкнуться когда они покинут тело и в этом послание всех святых которые не мимикрируют под современный мир потребление духовной масс-маркет культуры любая уважаемая традиция когда вы к ней придете она вам скажет ну в общем ребят да просветление все прекрасно смотрите в какой ситуации вы находитесь в любой момент происходит депортации в любой момент происходит ваша депортация из физического тела вы окажетесь в астральном мире но перед этим вам придется пройти процесс перехода он называется барда он описан по вообще по каждому шагу детализировано максимально этот процесс очень непростой очень глубокий если вы не способны осознанно заходить в сновидение то заходите в переход ну в семь раз сложнее будет поэтому мы учимся в бодрствовании тренируемся в сновидении и дай бог он на маршевая с благословениями святых из своей личной практикой у тебя получится в барда не потеряться потому что это будет ну а что происходит барда твое подсознание огромная глыба информации то есть огромная глыба просто взрывается вокруг тебя и ты в шоке от своего же подсознания то есть иногда мы приходим в шоке когда у нас просто настроение нет это один миллиардный процесс а тут вырывается вся энергия твоего же подсознания и ты в шоке от своих же грубых энергий они предстают перед тобой как огромные демоны ты обольщаешься своими же чистыми энергиями они предстают как огромные там ангелы боги и так далее поэтому и так далее так далее это можно изучать да действительно это описано в тибетской книге смерти и жизни то есть это называется барда тадол в традиции индуизма это называется гаруда пурана сарадхара или антропхава видя то есть эти учения присутствуют поэтому завершая свою мысль в этом аспекте как говорят святые жизнь это подготовка к смерти но это не значит жить и трястись о том что я когда-то уйду это значит жить с осознаванием того что жизнь не прервется со смертью ты находишься в поезде кому он ты находишься на вокзале тебе придется пойти дальше и твоя твой транзит закончится в любой момент и когда ты это понимаешь глубоко и принимаешь ты становишься зрелой душой а зрелая душа живет по другому учитывая эти аспекты она не говорит я хочу жить просто в кайф кому но если этот кайф тебе поможет пройти барда и не потеряться в астрале и контролировать свой ум и пребывать в бесконечном блаженстве ради бога если это поверхностное просто удовольствие которое меняется там с плохой погодой в москве то этот кайф малого стоит вот это духовная практика это эволюция и про это мы с юлечкой очень часто любим говорить и продолжаем это делать всем на благо моя тема у меня солнце в двенадцатом доме в доме подсознания в доме смерти мой дух находится там поэтому когда я хожу в медитации практики с подсознанием меня просто то есть самая моя большая силы как раз вот в доме мистическое да и для меня это вот ты сейчас говоришь у меня прям наши слезы на глазах наворачиваются насколько почему с детства да вот мы этого не обучаемся этому у меня бабушка ушла ты знаешь мы с тобой как раз вместе запускали и то есть у меня такой был контакт глубокий с ней такая тесная связь что я ее чувствую и она мне приходит во сне что она сидит у себя дома и она не осознала что она ушла она как будто бы еще дома и на сиди ты не болеешь и то есть она не может еще то есть она в этом барда получается застряла и она там может находиться вообще неизвестно какое количество времени и а представляю что бабушка была добрым хорошим человеком это обычный человек то есть получается 90 процентов людей уходят неосознанно и не проходят барда я думаю что 98 но если 500 просветленных на земле гуру говорит около 500 около примерная цифра это один на 14 миллионов 500 из 8 миллиардов то есть я думаю что 90 день не думаю получается 99 процентов и сколько девять сотых уходит неосознанно либо внезапно либо при мучительных обстоятельствах им больно они в агонии находятся либо в страхе это происходит и вот девушка пишет что сегодня бабушка ушла и очень важно не конечно близким людям сложно не страдать потому что это естественно и потеря близкого человека которого ты любишь и дыхание перехода она как бы где-то рядом проходит и внутри как бы все возможно сжимается у кого-то но очень важно это я думаю что ярче всего в своей инстаграмной деятельности за все время я писал с уходом саши редькина с этими двумя медитациями на 9 дней или насколько там на 40 дней и на следующий день да в этих медитациях я передал все что я знаю смерти все чем у меня научил гуру и святые и так далее и очень важно есть процессы что когда душа поднимается и делать пхову на тибетском находится или так называемая переход помочь душе перейти а для этого ей нужно посылать максимально много светлой чистой энергии чем больше это чистое как физика вы когда поймете базовые вещи у вас сама эта математика в голове будет складываться это же наука йога и духовная практика она объясняет процессы в мире это наука то есть грубая энергия как мешки с картошкой стянут вниз в нижние миры по вибрациям ту 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 то есть 14 миров ведической вселенной 7 наверх ну ведическое описание мира которому я следую в проявленном в тонком материальном 7 миров вниз нижних 7 миров вверх на нашем теле это проецируется как 7 нижних чакр в ногах не все знают что есть семь нижних миров там живут демоны и так далее вы можете и должны посылать вы можете и должны посылать и все могут это делать это естественно разрешено и здесь просто вы вспоминаете этого человека и ставите перед ее фотографиями черную ленту водку стопку водки и соленый огурец черным хлебом при всем уважении к традиции советских и войны это подношение для мира голодных духов понимаете там надо класть благоухающие цветы вкусные фрукты зажигать свечи благовонные палочки и все самое красивое и при этом чтобы не она только стоял там а вокруг в окружении богов святых то есть ее туда хорошую компанию и при этом можно читать смотреть на фотографию и читать как бы священные тексты говорящие о просветлении богах о высших мирах на самом деле когда человек уходит вот тибетской практике да они ему там около от одного до трех дней прям на ухо шепчут потому что душа очень часто еще в теле находится или рядом с телом они на ухо и шепчут прям проснись они прям начитывают инструкцию барда тадо прям ты сейчас увидишь это не захватывайся проходи дальше чувствую думаю высоком заходи в этот свет не иди в тьму представляете это как компьютерная игра у меня есть медитация она так и называется медитация посмертная медитация умирания которая читается 40 дней душе даже можно и первый год когда человек умер то есть еще есть такая связь тесная можно прям с этой душой общаться прям такая медитация как раз ты проводишь душу к источнику ну вот девушке квантовому терапевту я бы рекомендовал напишите юлечке потом директ ты умничка это бы очень горжусь и уважаю потому что очень немногие люди тем более открыто на свою публику готовы говорить об этой теме это очень важная тема непростая тема и люди которые не боятся не говорить осознают ее понимают это уже взрослые зрелые люди потому что дети не готовы они говорить детям страшно даже если детям по 60 лет и они живут на рублево-успенском шоссе у них миллиард долларов это не значит что он взрослый человек он просто научился бабки загребать но внутри он может быть ребенком еще поэтому почему важно об этой теме говорить и разбираться и практиковать потому что переход неизбежен рано или поздно и когда мы говорим о нем это не значит что мы его притягиваем это значит что нам нужно разобраться в этом и перестать бояться а понимать а второй момент это то что когда мы глубоко поймем неизбежность перехода и будем осознанно знать что он будет и готовится к нему то мы будем проживать достойную великую жизнь поэтому есть даже в психологии там упражнения представьте как бы вы прожили этот день если бы он был последним то есть подлинные ценности все расставляется на свои места а что важно что чушь собачья а кого простить а кому отдать а кому сказать спасибо а кого прийти обнять и сказать я люблю тебя да сразу но мама смерть великий знаменатель поэтому люди которые пометуют о смерти что она неизбежно придет у них внутри всегда стоит такой маячок не к этому я привязываться не буду не то вот это вообще не важно то есть смерть это то что делает вашу жизнь расцветающей красиво можем можем и здесь очень важно практиковать это не значит сидеть постоянно думать о смерти в нашей традиции это называется аналитическая медитация о непостоянстве сансары и неизбежности перехода то есть ученик приходящий в нашу школу он обязан на самом деле это всегда происходит красной нити но первый год-два ему нужно понять эти истины они постоянно потому что если человек не поймет он не будет практиковать то зачем практиковать ребята чё париться так хорошо отдыхаем давай вот мы тоже любим танцевать и веселиться но человек который понял неизбежность перехода по взрослому он как бы готовится он практикует у него ценности расставлены и когда он практикует у него ценности расставлены он становится по чуть-чуть сверх человеком то что он уже практикует юль у него концентрация у него сознание у него глубина у него качества открываются жизнь его по-другому идет к нему приоткрываются тайны бытия внутри себя начинает великий свет осознавать в каждом человеке в каждом существе в каждом камушке начинает свет видеть это совершенно по-другому а знаешь меня вот как астролога когда я глубоко погрузилась в астрологию что мы приходим с некой программой да некая ну вот хоть какая дизайн человека ведическая астрология нумерология вот базы моя китайская неважно это наш момент рождения определяет наш путь наши таланты наше предназначение а момент смерти определяет то есть время последнего выдоха определяет дату рождения в следующей жизни то есть в каком состоянии ты ушел из тела такую судьбу такое следующее тело таланты и предназначения ты получаешь в следующую жизнь в момент смерти мы формируем свою следующую жизнь непрерывность сансары представляешь как это да и вот меня просто током прошибла а кем я хочу родиться в следующей жизни а с какой судьбой да а как то есть если я сейчас умру в страхах обидах какую я судьбу если я буду сейчас врать воровать предавать какую судьбу я получу следующую и это так как ты пишешь физика взаимосвязана то есть тибетский астролог по дате рождения и по дате смерти говорит кем родится человек следующей жизни где родиться с какой судьбой да даже есть вот книга мертвых на ю тубе посмотрите фильм там как раз вот эти астрологи высчитывают рассказывают как это работает то есть мы живем для того чтобы исцелить свою свою генетику я так это называю улучшить свою астрологию реализовать свое предназначение и если мы выполняем свою миссию жизненную мы правильно уходим и мы выходим в правильное время и рождаются в следующей жизни и не рождаемся там 500 человек могут не родить восьми миллиардов могут делать что хотят да вот такая как я мне кажется я бы рождалась и рождалась ты понимаешь когда я бы хотелось мне бы хотелось что ты уже рождала целые миры из себя что ты уже к рождала вселенной понимаешь ход из первого класса во второй то есть это как бы ну если мы хорошие школяры бога да если мы любим бога мы дети бога и мы понимаем что мы пришли сюда учиться и он забросил нас в эту компьютерную игру как самого себя для того чтобы мы вспомнили смысл жизни тайну жизни разгадали он наблюдает он же играет и он очень кайфует от этого и на самом деле он очень хочет чтобы мы проснулись гуру однажды сказал что весь этот мир вся эта сансара была создана именно для просветления то есть засыпание оно произошло именно для пробуждения если мы хорошие ученики бога и любим бога то мы будем учиться и переходить из класса в класс из класс спящих в класс пробужденных из первого класса во второй и в третий из детского сада в школу из школы в институт и в ведической культуре это хорошо описано четыре цели жизни артха к артха кама тхарма и мокша артха это накопление богатства накопление материальных вещей кама это получение удовольствия дхарма это выполнение своих обязательств до или глубокая практика в том числе а мог же это освобождение от сансары в первую очередь в голове и благодаря этому ты можешь выйти ты познаешь истинную суть бытия и это равнозначно богу равнозначно своей истинной природе то есть это одно одно и то же и ты становишься свободным от закона действия кармы то есть ты больше не спишь компьютерных очках и не страдаешь и тогда ты становишься подлинно знаешь как говорят будь тем кто ты есть вот это только могша дает то есть полное освобождение здесь не вопрос рождаться не рождаться проснись бога познай ты просто такой очень преданный чистый нежный человек и несмотря на то что у тебя такой сильный ментал ты любому там но у тебя очень нежное преданное сердце и вот на мой взгляд таким людям в том числе особенно женщинам мужчины все мы все равно равны перед богом гуру говорит все перед богом все женские отдача сдача то есть доверие открыться то есть чтобы дойти до вершины и увидеть бога нужно быть мужчиной нужно карабкаться по своей карме дисциплина женщин тоже придется применять но когда ты пришел на вершину увидел бога там уже не надо не воевать карабкаться и показывать свой меч нам надо отдаться как женщина и впустить в себя этот великий свет вот поэтому если ты влюбишься в бога еще больше а это можно и нужно пестовать ты и так влюблена вот ты знаешь как женщина или парень влюбляется в кого-то и вот день и ночь особенно по молодых думает и думает и думает и вот что не есть не могу спать не могу все мысли о нем и о нем и вот так же нужно влюбиться в бога не вопрос рождение юльчик не вопрос перерождение просто продолжай любить бога и песто это любовь и преданность она тебя возвысит и ты сама поймешь ой а зачем мне уже бессознательно влетать в физическую оболочку да уже ну просто не надо смысла мне не нужно обратно на горшок я могу из тонкого мира уже служить и помогать уже со старшими общаться как бы идти повыше то есть уже интересно все таки на новые курсы развития только любимых людей а без них не не хочу так ты же им поможешь им все равно придется вылетать а ты уже там их ждешь да но если только так у гуру есть такие слова у него есть такой раздел передачи учения называется песни пробужденного такой белый стих белыми стихами или вообще стихами и там есть такие строчки только ради тебя мама чтобы отблагодарить за твою ласку и теплоту я достигну освобождения от санцары только ради тебя отец в благодарности и уважении тебе я достигну понимание истинной сути вещей и преодолею демона эгоизма и благодаря этому помогу вам потому что если я не освобожусь у вас в ближайшую кальпу вообще вариантов нет благодарю тебя мне так нужны были эти слова благодарю почтение илья вот пока мы сейчас говорили говорили у меня поток пришел а давай послужим а давай создадим несколько дней медитации для всех наших любимых друзей и подписчиков и с тобой с полиной романовыми и позовем еще может да стас казаков он сам проявился что он тоже с нами хочет и давайте сделаем в телеграме канал где мы все соберемся и там мы сделаем ссылочку на зум и каждое утро например с девятнадцатого числа девятнадцатого двадцатого двадцать первое мы можем такой марафон медитации утренних практик отличная идея а ты хочешь именно в закрытом зуме или может быть мы все-таки в инстаграме будем делать думаешь в инстаграме а просто чтобы все вместе объединились в одной группе был общий грейбер создать да понимаю да это повысит телеграм канале и там мы можем потом регулярно проводить то есть эти люди будут туда все время добавляться 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 будут приходить новые мастера и у нас будет нарастать вот такое служение как супер да ты правильно говоришь потому что инстаграм хорошим широко распространяет но там нет отборных людей которые специально альтернативную социальную сеть может быть она не будет банить посмотрим потому что у меня последний эфир два два эфира тоже забанили из-за музыки но они очень мощные были что первый эфир очень динамически что второй эфир был тоже вот двенадцатого двенадцатого поэтому нам нужно встречаться и объединяться в физических мирах поэтому мы стараемся в материальном мире тоже проявляться проводим ретриты и семинары я как раз хотел всех пригласить возможность сейчас да да заходите очень важно встречаться в физическом мире и практиковать в реале потому что это дает очень большой выход на новый уровень когда мы практикуем в одном поле физическом мире на лоне природе это позволяет быстро изменить и глубоко изменить состояние своего разума нам очень важно это делать особенно в это время как мы уже как вы уже услышали если вы подключились ранее или будете или смотрите в записи то есть мир действительно становится более тонкоматериальным и наши мысли эмоции чувства проявляются быстрее то есть ответка кармы идет быстрее поэтому то что я говорил в лекциях своих три года назад о том что ответственность за мысли за чувства она возрастает то есть уже будет сложно усидеть на двух стульях в том плане что ответ за состояние будет приходить быстрее и в этом духовная практика перестала быть развлечением и становится просто способом выживания то есть что такое духовная практика это способ контролировать свой разум способ очищать свой разум способ гармонизировать свой разум свое состояние способ идти в более глубокие слои реальности внутри себя и там открывать зачем эти и там открывать драгоценности драгоценности спокойствия умиротворения в любых обстоятельствах и условиях драгоценности ясности понимания четкости гениальности то есть мы же не должны быть просто в нуле из лишь бы из минуса в ноль выйти нет на нуле мы долго не продержимся нам из минуса надо выйти в ноль из нуля стабильный плюс а потом из плюса мы выйдем в бесконечность за пределами минусов нулей и плюсов и ближайший ретрит на которых я всех приглашаю тебя юлечка тоже приглашаю прилетай на украину можно без визы это сделать я бы легко без визы вообще без проблем виза не нужна россиян это мы с тобой все обсудим это вообще не загвоздка везде наши люди когда ретрит с 3 по 9 января в карпатах это в львовской области одели ресорт у нас три сруба три дома до 30 человек вот как раз пишет прекрасная тата один из организаторов моя команда и наталья мы в курсе ты знаешь сколько людей тебя пришло вообще кстати вот я поэтому и говорил когда с романовой мы ребятами общались полечка александром что почему я тебя благодарил одной из потому что сейчас моей жизни есть люди которые но являются такими важными звеньями то есть они в каких-то аспектах например тата видишь она приняла символ веры становится ученицей гуру и сейчас она мой пиар-директор да в нашей команде пришла анечка чиж через тебя а через нее пришла целая когорта людей с которыми я сейчас постоянно практикую здесь в киеве это очень перспективные люди в аспекте практики служения возможности это целый мир открылся то есть и можно продолжать долго то есть ты для меня тоже очень такой ценный проводник я играю ты откуда я из киева да юля ван лав я тебя приглашаю с тобой в личке сейчас это обсудим с большой радостью с 3 по 9 числа 3 по 9 числа в лоне карпатских гор в прекрасном месте все очень красиво аккуратно как мы любим мы будем практиковать у нас свои повара которые едут из киева они работают в лучшем вегетарианском ресторане киева имбирь то есть это прям три звезды мишлен вегетарианских они бы читать они будут готовить еду с мантрами потому что они практикующие понимаете это еда будет чистая заряженная то есть это не будет готовить какие-то люди где-то в ресторанах в твоем поле праной питаешься нектаром насыщаешься мне кажется там и аппетит пропадает все правильно у нас у нас будет это в своем пространстве все правильно да это правда самое бесценное просто с тобой рядом не важно где куда бы ты меня не позвал вот мне не важно куда значит не место красит человека человек место и реально там где ты там и благость разливается и конечно судьба у людей меняется и кто еще не обнял соломона космоса на личном ретрите срочно хотите изменить жизнь только через проводника реально или я чего-то как руку подаешь и вот так вот и и вытащил на вообще в пространство а так можно было а что так милость городева все милость городева приезжай юлечка если у тебя эти даты свободны то у меня январь свободный пока специальный гость ты нам будешь читать лекции у нас совместный ретрит теперь с юлей здравствуй мама это снова я рождается в потоке у нас а ты помнишь мы год назад в декабре проводили в москве это было незабываемо это в москве было это было в москве а теперь в карпатах а ты была на украине вообще а потом тогда от тебя а лаверды ты приедешь ко мне провести ретрит я тебя забронирую на майске и на летнее солнцестояние мы будем делать большой фестиваль обожаю тебя в карпатах живет моя няня это мою вторую маму она прожила себе долгие годы в москве вырастила мне двоих детей путешествовала со мной по всему миру она русинка она говорит на древнерусинском языке и живет вот там во львовской области вот в закарпании и для меня это просто я говорю у меня мурашки привезти ей букет роз сделать ей сюрприз это как вот к маме омна махшевая омна махшевая то есть фантастически скрещиваются еще какие-то вот такие да да я обожаю стив это тоже мой барселона а после а после карпат мы с тобой поедем в ашрам к моему гуру потому что 11 января у меня день рождения я буду делать большой праздники большие подношения там ты сможешь поклониться благословиться и это будет очень хорошо это не поверь вот это самое легкое потому что те студенты и ангелы которые сейчас мои пришли в мое поле но как бы там просто звонок делается если есть какие-то вопросы то есть вообще не проблема это самое простое у нас будет практиковать вся украина все и верха и низы и средний и левый и правый все будет во всех областях есть наши люди это не проблем вообще ретрит у нас будет проходить 3 числа мы въезжаем туда с двух часов дня открываются дома мы там уже будем с командой вас встречать вечером мы начинаем около 6 часов вечера начинаем наш ретрит и разъезжаемся мы 9 числа в 12 часов карпаты там кстати живет недалеко в мукачево наш любимый человек индира ма елена ма также астролог которую я очень уважаю люблю она также приедет прочитать лекцию и она живет мукачево уже несколько лет раньше она жила в санкт-петербурге мы с ней виделись после моего летнего ретрита она показывала нам мукачева и она рассказывала нам что карпаты согласно астрологическим исследованиям она объясняла это тот четко я не могу объяснить что это одно из четырех сильнейших мест на планете то есть карпаты бали гималайя или индия и гавайи по каким-то расчетам определенным то есть как-то она говорила я не помню прям объясняла подробно четыре очень мощных места силы по каким-то категориям гавайи гималайи бали и карпаты если посмотреть сверху то карпаты это же просто разделение границу людей в голове если посмотри сверху то там идет такой шлейф гор и он закручивается в спираль да и вот карпаты особенно мукачева за карпатия потому что есть при карпатии карпаты за карпатия это вот такие закручивающиеся спиралью горы и там действительно чувствуется особенная энергия такая когда приехал мне очень понравилось когда мы гуляли по мукачево и по ужгороду у меня такое ощущение как будто я был вообще в другой реальности то есть там как-то так знаешь мерность такая пространство там люди ты не поверишь вот это было это был сентябрь и был будний день там люди не шли они просто плыли в пространстве как будто я нахожусь в каком-то особенном да и он был такой не за не вязки а просто никак божества в какой-то планете до алтай естественно тоже очень мощное место безусловно здесь вообще нет никаких разговоров и вот когда мы практикуем вместе силы и практикуем это вместе и практикуем под на наставлениями ну с наставлениями наставника в их поле то есть это кто это люди которые обладают какой-то квалификации знаниями и вибрируют но может быть чуть больше или больше чем вы на несколько порядков то мы можем сделать прорыв мы будем медитировать каждый день учиться йоге у нас будет очень теплое комьюнити все люди которые ко мне приезжают у меня хорошая карма на нетворкинг как и у юли это всегда поддерживающая атмосфера не осуждающая то есть где можно раскрыться довериться и так далее поэтому я всех приглашаю стоимость ретрита и особенности проведения вы можете узнать у организаторов у меня на странице тата напишите пожалуйста и наташа если здесь в чате сейчас находится напишите скажите что пишите мне и по крайней мере вы можете зайти ко мне на страницу в топ-линк я июлю попрошу сделать перепостов stories и вы все увидите все узнаете и добро пожаловать с большой радостью единственный момент что нужно будет принять этическое соглашение у меня стоит фильтрация для того чтобы не допустить наше пространство людей которые не разделяют наши ценности и мы попросим организаторы попросит вас записать короткое 30 секундное виде видео почему вы хотите поехать то есть мы ставим фильтры ставим дрессы потому что если человек не готов если у человека например психологическое расстройство я уже 16 лет как бы я знаю для того чтобы сделать безопасным пространство и обезопасить людей как бы надо ну как бы мы всегда смотрим то есть вам пока лучше не надо вам рано или человек как бы не понимает да там ой поехали за компанией что вот тебе бабки давай учи нас нет дружочек он нам окшивая да вот таточка пишет что наталья жук организатор ретрита вы можете писать также тату татья она переправит вас на наташу если нажать на кнопку легче или можете писать наташи напрямую всем добро пожаловать вчера с ней общались мы вчера я понял уже всем писал она молодец она сейчас решит вопрос и он вчера вечером решился после того как было сделано то что было сказано все сразу случилось у любимой нашей сестрички и сегодня все разрулится сегодня завтра все разрулится быстренько чик-чик и просто заберем ее тоже на январьские праздники к себе в карпаты и все будет хорошо а потом поедем гуру праздновать мое день рождения тридцать летие или кюри какое-то волшебство соломон твой день рождения твой гуру твой ретрит в январе это какая-то сказка если это реализуется я буду очень прям ну пока что вот все вроде бы сходится я хочу чтобы ты чаще приезжала в киев мы планируем и мы уже это делаем создавать здесь сильное комьюнити корпорацию просветление которое будет в украину привозить особенных людей таких как ты еще одну такую 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 киевлянку все в семью все в семью но те киевлянки и киевляне которые у меня сейчас есть благодаря тебе ты привела анну чиж она привела их это просто реально благословение потому что я всегда хотел чтобы у меня в студентах были зрелые взрослые люди которые идут в дух не из нужды а из исследования у них уже все закрыто просто были люди у которых были деньги но они были подорваны понимаешь деньги не делают тебя адекватным а быть зрелым это быть просто ну уже каким-то состоявшимся человеком и внутри и снаружи и вот пришли такие очень приятные прям когорта божеств которые практикуют регулярно для которой это ценно у которой есть опыты буквально изменения . а . б которые хотят идти в долгу это очень драгоценно это отчасти пришло через тебя за что тебе очень благодарен украина и киев ждет тебя ждет тебя мы только вчера с братом вчера вечером была консультация ко мне начали приходить огромные мужчины просто берсерки воины понимаешь просто воины которые верят огромные которые могут решать очень серьезные вопросы мы только вчера говорили о приглашении сати на украину мы сейчас сати общаемся активно и очень хотим чтобы она тоже приехала сюда с концертом это я сейчас так уже выбрасываю пространство для того чтобы она уже работала уже концентрация то есть наоборот делаю не скрываю а запускаю то есть мы привезем опять деву примал мы сделаем тут фестиваль ты понимаешь я очень люблю россию но из трех стран белоруссия россия украина советик славянских стран украина самая свободная здесь нет такой вертикали власти подавляющее я говорю про политическую ситуацию если бы он сидел в подмосковье ты бы был в подмосковье конечно если бы он в аду сидел я бы туда пошел да да конечно это просто твоя тоже какая-то миссия может быть знаешь как образно говоря в каждом городе должен быть свой светлячок который обязательно странство как будто бы просто небеса вот так взялись когда вот посвяти вот здесь обязательно организуя объедини вот тут